формула адаптек моторного масла токаяма мгновенно адаптируется под любые режимы работы двигателя и в режиме реального времени активизирует те присадки которые необходимы для его защиты именно сейчас токаяма адаптивная защита двигателя эта эпопея заканчивается знаете ну имеется ввиду с тем что машина теперь точно наша марусь едет домой куда она едет мистера откуда все начиналось на ответственное хранение кстати смотри кто приехал на на выставку видел петли снег единственный человек который уважал наш тот автомобиль теперь мы вместе теперь мы в москве теперь у нас для марусь теперь мы силой мы сделаем не нужен человек который руководит этим процессом у нас есть один кандидат не буду показывать пальцем всем привет дорогие друзья это новая серия и в этой серии вас ждет огромное количество интересных событий в том числе связанных с маруси с кабриолетом я напоминаю что он дома у нас вышел огромный сериал про то как мы возвращали этот автомобиль обязательно это посмотрите сейчас мы приступим к технической части плюс мы нашли еще один автомобиль который спрятан был я даже не помню как этот город называется ксимов ксимов конечно и конечно же в этой серии мы вам расскажем немножко про такси не про обычное такси вот на фоне стоит вот такого тела солярис он даже водитель спит внутри машины ну так просто рядом стали надеюсь вот никак не смущает потому что у нас есть такси нормального человека я напоминаю что вот этот автомобиль пижо разыгрывал и самое главное событие которое есть в этом ролике с красным руси кое-что случилось вы об этом узнаете чуть позже и в этом нам помогал легенда российского ютуба и приехал к нам так сказать оживлять мертвеца обо всем сейчас расскажу более подробно приставлюсь поудобнее и мы начинаем что касается пижо вот этот автомобиль на сегодняшний день достаю телефон показывают дату сейчас 25 сентября автомобиль жив если вы понимаете о чем я тачку сейчас сполоснули она вот она вся стоит и получается что как только выйдет этот ролик у вас дорогие друзья всего остается три дня для того чтобы поучаствовать в нашем розыгрыше я напоминаю что мы решили разыграть этот автомобиль эту легенду из фильма такси и все вырученные деньги с этого мероприятия пойдут на разработку марусь это нам очень сильно помогает дорогие друзья а чтобы стать участником все максимально просто есть у нас сайт на этом сайте вы можете купить нашу коллекционную уникальную наклеечку с изображением этого автомобиля покупая наклейку вы уже автоматически становитесь участником розыгрыша вот этого автомобиля плюс ко всему у нас еще есть 20 призов макбуки айпады айфон и там еще playstation xbox и прочее прочее все это мероприятие мы делаем ради марусь более подробная информация на сайте более подробная информация в телеграме и посмотрите пожалуйста с этим автомобилем ролики на юфе если вы все-таки хотите выиграть именно этот автомобиль то будьте уверены автомобиль в безупречном состоянии насколько это возможно но никто из вас не видел как передвигается это автомобиль и поэтому я предлагаю в него прыгнуть и поехать собственно говоря у нас все как фильме такси вот так вот ставим руль вот так вот одним щелчком он становится у нас сожалению нет никаких пультов для того чтобы это автомобиль взлетел вот так вот подлокотничек сюда ляпс вот так вот машину запускаем теперь зацени насколько он спал . это сделает просто белиссимо ладно шеф а вай мы поехали твоих клиентов забирать любой человек который выиграет этот автомобиль автоматически становится блогером супер звездой потому что имеют автомобиль можно совершенно спокойно завести себе youtube канал если кто-то об этом мечтаю и снимаете какие-то клевые ролики по динамике автомобиле нажимаем пол и он сразу для леля леля ускоряется полетел никаких посторонних шумов никаких посторонних звуков ничего абсолютно вас не смущает в этом автомобиле хоть шумка заметил хорошие тоже ну то есть принципе это но это не ведра лед как многие могут подумать что типа разыгрываются в эту машину реально было вложено около трех миллионов рублей для того чтобы он мог ехать так выглядит так и ощущаться так как он сейчас ощущается но самое клёвое конечно же это реакция людей на этот автомобиль поезда сможем ли мы сейчас ее подснять но каждый второй человек знает что это за автомобиль потому что это самый узнаваемый автомобиль чуть ли не в мире то имеется ввиду стиль вот этого автомобиля я же никто не знает как она называется даже я не знаю как она называется вроде бы правильно пежо 406 вроде бы но это не точно да потому что это пежо из фильма такси мне за автомобиль не стыдно плюс это полезно будет для нашего проекта маруся потому что на руси требуется финансирование потому что вы не представляете скольким я сам лично пожертвовал для того чтобы эти автомобили были у меня и чтобы я их смог что-то с ним сделать потому что я напомню я продал свой рендж ровер автобиографии спорт я продал свою тойота супра два своих автомобиля самых флагманских я продал для того чтобы вот ездить на марусе выставляю супру на продажу в нашем телеграм-канале теперь эта тачка будет гонять по новосибирску стас тоже серьезность нас верит в этот проект очень сильно нас поддерживает в этом на и вы сегодня в этом убедитесь в этом ролике обращаю ваше внимание дорогие друзья 1 октября стоп то есть все билеты больше нельзя будет купить то есть вы сейчас смотрите этот ролик смотрите на дату понимаете что конец розыгрыша там через считанные дни более подробную информацию буду заводчик конечно же в телеграме а сам розыгрыш мы проведем в ближайшие дни я ориентируюсь на третье число и очень важно не переживайте на тему того что если вы закажете наклейку если она успеет до вас дойти вы все равно участник розыгрыша потому что самое главное это чек то есть как только вы совершили покупку автоматический участник наклеечка до вас дойдет конечно же через какое-то время потому что люди в разных регионах живут кому-то наклейка может эти неделю две недели три недели месяц она в любом случае до вас дойдет но участником вы становитесь сразу же при покупке то есть вы можете выиграть и машину и айфон и макбук а наклеечка приедет вам уже попозже как купить наклейку заходишь к нам на канал вот он канал открываешь последний ролик заходишь в описании в описании есть ссылка розыгрыш peugeot завозин store.ru нажимаешь сюда открываешь нажимаешь купить email я пишу сейчас есть свою электронную почту свой номер телефона доставка город москва фамилия имя отчество нажимаешь кнопку купить далее вводишь электронную почту номер телефона город фамилиями отчество квартира куда отправить нажимаешь check out спасибо заказ оформлен все доступные способы оплаты мы подключили для удобства чтобы каждый мог купить я нажимаю оплатить степой нажимаю открыть и внимание купить все я стал только что участником розыгрыша мой билет сейчас реально есть в списке я как бы участник но если вдруг я что-то выиграю мы это переразыграем все не переживайте все максимально просто дорогие друзья ссылка на завозин store находится в описании я читаю комментарии огромному количеству людей я сейчас выражаю респект это те люди которые пишут в телеграме этот рубеж в комментарии под предыдущим роликом писали и под пред предыдущим писали что они купили наклейку не для того чтобы что-то выиграть а для того чтобы поддержать наш проект вот это сильно вот это ребят огромный вам респект два ролика назад я спросил у вас по поводу александр владимировича делать ему канал или не делать ему канал у вас такое огромное количество комментариев было позитивных положительных их и папа прочитал я знаю и я их прочитал поэтому я считаю что делаем делаем и прямо сейчас мы начинаем прокачивать его мастерскую потому что он там будет делать какие-то проекты машина гайки крути туда-сюда ему нужен хороший надежный инструмент он сейчас к сожалению находится папа не в москве ну вот но инструмент уже есть поэтому раз оба инфорс 150 предметов хватит за глаза александр владимирович в этом комплекте инструментов инфорс что больше всего и чаще всего нам пригождают голов почему именно эти головки нужны именно нам если у тебя крепеж вдруг где-то поломался до 85 процентов там поломанный крепеж все равно возможно будет открутить вот такими головками благодаря вот эти вот торцевым насечку далее у нас есть трещотки всякие разные хочешь большие хочешь средние хочешь маленькие лежат и вот это дорогие друзья цельнометаллическая трещотка который выдерживает ну очень высокие нагрузки и что самое крутое что берешь вот так вот еще точку накидываешь удлинитель и все это крепится естественно с специальными быстросъемами которые фиксируют эту историю то есть невозможно снять пока то кнопочку не так и не надеюсь и вот здесь вот тоже у нас быстросъем сразу на головку это очень важно потому что так вот берешь любую головку вот так вот накидываешь а вот это точно никуда не денется я предлагаю эту историю сейчас пойти за тестирование все конструкции она держится очень крепко вот я вот тяну прям сильно вот так что тестируемый инструмент вот так вот раз болтик и поехали так все собрали теперь внимание делай раз снимай вот здесь вот нажимаешь кнопочку делай два и все разобранно и спокойно складываешь это обратно в ящик для инструментов отверточки хочешь большие хочешь маленькие хочешь крестовые хочешь плоские ручки сделаны из полиуретана кстати что дает тебе отличное сцепление плюс ко всему они пенза и маслостойки инфорс уверены в качестве своих наборов поэтому гарантия пожизненная еще раз повторюсь это набор из 150 инструментов который идеально подойдет для благоустройства какой-то ремонтной зоны такие такая например когда же у александра владимировича да ему дома очень полезно будет вот эта вот история для гаража где он собирает автомобили всего в ассортименте 13 наборов разных комплектаций поэтому вы точно сможете найти что-то для своих задач а с промо кодом инфорс 1 вы получите скидку 10 процентов на всю продукцию инфорс поэтому дорогие друзья ссылка находится в описании а давайте мы прямо сейчас позвоним александр владимирович спасибо и обрадуем его новым набором алё а я конечно понимаю что вам неудобно но здравствуйте вам но у меня для вас есть подарок опа короче и это тебе в мастерскую инструмент инфорс здесь 150 предметов чтобы ты мог с кайфом заниматься нашими тачками и марусе мини вот этим вот всем чем ты занимаешься ну круто так я думаю ребятам будет приятно это услышит ну вот короче возвращайся домой это ждет тебя на базе уже все я тебя обнимаю прямо сейчас я вышел из дома немножко не выслушившись и потому что к нам приехала суперзвезда автоблогинга который поможет нам решить одну проблемку с красной маруси и первую честно открыто как есть я связался с ударом автоподборно потому что у красном а руси есть очевидная проблема я сейчас про него расскажу уже уже вместе с эльдаром здравствуйте мы стоим за углом вас ждем давайте знакомиться так меня зовут гриша очень приятно вот и познакомились подготовил супер марат ну и нет почему куда идем команды он туда а вон туда да все поехали мы готовы поехали поехали а чё прям так сразу а чего ты ожидал давайте сразу обозначу так чтобы не было никаких удивлений машина не очень хорошим состоянием потому что пусть того как она выпустилась в 2008 году с маруси моторс она побывала во многих руках к сожалению у многих людей которые владели этим автомобилем впоследствии не оказалось средств его хотя бы как-то допиливать я скажу так что нас не знаю мне кажется что нас ни одно состояние этого не удивит просто потому что у нас выживление вспомните хоть раз чтобы была реально нормальная машина у нас просто их не бывает нормально и ответь на главный вопрос аккумулятор в норме да стартер крутит да да не она выпускается есть мы на ней катаемся как бы периодически собственно говоря самое лучшее что есть эта машина это то что у нас существует но это маруси ездила по колено просто и кстати наступится одна гайка реально то есть это реально спорткарта нет тут очень много спортивных решений есть зеркала такие вынесены на метр от двери когда мы сюда подъехали ты написал что твоя разведка сообщила тебе что мы подъехали так вот наша разведка в лице Олега рассказала вообще все про тебя даже то что ты сам не знаешь Олег мужчинский мужчина Олег тот человек который знает даже твою группу крови я во сне смотрю это твоя разведка да да Олег разведчик ты прям вот так и хранишь ее прям на улице а че надо ее прятать прям все время не 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 я не знаю ну просто у меня есть потрясающее видео где мужик жопой на капот сел в эту нано а че он упомался то а у него окно не закрывается смотри Олег ааа это кстати один из нюансов ты в водительских страны не видишь а я посмотри олег прикольно не я на самом деле не видел раньше Марусину а она в принципе открывается выкрывается нет ручек а как сейчас то открывается а сейчас более спартанская история вот эту крючку автомобиля это же Рено это Рено это чистое Рено а там она вставляется точно так же под эту защелку да ты ее вставляешь давай ее заведем и послушаем и посмотрим давай АБС что-то там свечется еще что-то опровень топлива ой ай 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 я уже ручную открываю а рассказываю проблему короче есть две вещи из-за которых невозможно передвигаться на этом автомобиле вещь первая водительская дверь в чем прикол это с двери у нее там короче очень много способов открыть этот автомобиль и каждому этому способу идет тросик ну вот и предыдущие владелец короче когда эту машину собирали тросики везде перетянуты опять чтобы их ослабить нужно пол машины разобрать ну вот поэтому водительская дверь нет нет периодически открывается как бы но это ладно на ходу да хоть как вообще даже на прямой дат даже не на кочках знаешь ты просто ешь по прямой ты просто слышишь щелчок так чик ну она на второе положение вот этого замка открывается типа тыкать да е-мое открываешь хлопнул пусть я не дальше поехал вот пока это так мы это исправим и второй момент на машине тяжело ездить потому что она пытается заглохнуть на холостом ходу но не всегда когда она холодная все прекрасно вот но как я сейчас передвигаюсь на этом автомобиле правая ножка на газ левая ножка на тормоз не когда ты останавливаешь get the светофора ты чуть-чуть подгазовывать ее жмешь как dementia метод должен там за следующую вот это вот меня как бы не устроить то что если отпустишь газ машина может заглохнуть наести она стоит это в пробке а если ты едешь гида Disability трассе и отпускаешь газ я не знаю что происходит она начинает фигачить огнем причем там полтора метра вот такой вот язык пламени обычно выскакивает из этих вот труб самое слабое место это машина это провод ну вот самое слабое место и есть еще такой момент что не всегда включаются вентиляторы их скорее всего когда вот эта ошибка происходит она тогда начинает стрелять объясню как мы это чек или мы подключились компом к машине вот она показывает 90 градусов 95 градусов и вместо 100 градусов включить вентилятор мозги показывают один градус и машина такая о чем не включает один градус машина холодная включать не буду то есть мы сейчас прогреем машину покатаемся пять минут вот здесь вот мы поймаем этот люк и с этим с вентилятором и скорее всего со стрелами которые у нее есть возможно это не связано возможно связано понять ними вот вы эксперты как бы у нас только олег эксперт в принципе не работает уже плохо но машина может откатываться из-за этого а вот мап как раз тот самый висит еще один который замеряет атмосферное давление это nissan да но вот на блоке управления значок рено то есть все таки это управление рено это рено волсатис иммобилайзер я думаю что самое время за ночь подкинуть можно кстати а можно подкинуть олеговский прибор так как у нас уже был на оживлении велсатис олег приобрел необходимое оборудование для работы по нему и поэтому я думаю что наверное стоит подкидывать именно я тогда короче пошел пригони сюда машину на самом деле я ожидал худшего особенно после того как ты сказал что здесь прям совсем все плохо и печально я не вижу здесь прям так все плохо и печально ну видно что старались видно что делали да проводкой явно местами прям нештатная скорее всего вся нештатная просто местами она вообще не вижу да я думал будет хуже понятно что еще больше нахваливать и вот в эту камеру желательно короче я тоже тогда схожу пригоню свою машину потому что у меня тоже был инструментов ровно нет нифига не ровно но почти два года назад мы начинали с этой самой точки именно здесь иди сюда два года назад стас сказал что есть 6 машинокомплектов и давай из этого попытаемся что-то сделать в итоге все закрутило и завертелось и пах у нас есть готовая красная маруся оригинальный с документами имеющую большую историческую ценность про который я вам еще расскажу чуть позже и есть кабриолет который к нам таки вернулся если кто-то не видел этих серий прошу пожалуйста в предыдущей серии зайдите посмотрите прямо сейчас обязательно лайк подписку оформили и мы начинаем очень редкая тачка такой таких всего там ну в россии мне кажется 2-3 у нас есть серая маруся мы сейчас не подойдем но у нас есть еще один человек которого мы привезли прямиком из новосибирска вы хотели вы просили миллиард комментариев было по этому поводу поэтому дима заходи дима снег сейчас мы посмотрим что мы имеем дима это все оценит и попробуем сделать какое-то друг другу интересное предложение чтобы все-таки смогли завершить проект серого кабриолета и во первых я очень рад что ты здесь сегодня с нами находишься вот буду делать лишь что жму тебе руку в первый раз хоть внутри часа сюда ехали на одной машине ну вот но не суть суть в том что у нас есть те же самые возможности которые были два года назад у нас есть две маруси и теперь у нас благодаря всем линейкам событий есть еще и супер крутой специалист конкретно по маруси поэтому сейчас дадима будет интересный вечерок скажем так потому что мы покажем что мы имеем а ты скажешь свой вердикт готов сразу скажу это не уровень братенкова это на 10 голов выше если дадам провокационный вопрос на камеру два года не получилось почему сейчас должно получиться я могу сказать но просто есть человек у которого каждый день что-то меняется в жизни и он короче вот так вот берет план и потом начинает короче по итогу все вернулось то он решил другим путем уйти и его предупреждали короче я я посчитал что покупка кабриолет у братенкова это короткий путь который будет намного быстрее чем собирать автомобили самим но этот короткий путь оказался нифига не коротким так сказал ну пусть сам с этим разбирается короче я знал что все закончится не она закончилась то все хорошо у нас теперь специалисты и сразу две маруси на этот раз все платка пройдет как по маслу можно конечно всплакнуть но не буду а может мы запустим его запустим почему понял открутился есть машина она здесь наверняка ну должен помнить вообще в каком она состоянии может быть где-то чуть хуже тоже не видел довольно долгое время но я хочу в первую очередь чтобы ты оценил сейчас ресурсы наши и понял что тебе нужно как-то оценил эту работу оценил ресурсы чтобы понять и подсказать нам и зрителям что теперь нужно делать эта машина чтобы она стала машина все-таки прям легкая экскурсия станислава это моя хата заходи пожалуйста я могу из такого показателя что мы взяли камеру взяли мосты в нем опуске и все полностью разработали свою подвеску хорошо еще все полностью наш конструктор это короче крепление амортизаторов это все мы изготавливали проектировали полностью машину стоят просто был кузов и была рама и мы уже интегрировали все ты видишь даже вот если брать хвостовик на кардан это все мы производили а там что есть кабель разбит понял потом малярка что-то мы сейчас пойдем эти машин покажу увидишь там детали даже там восстанавливали наши машины там вологи 21 под завод чтобы они так и начали сладко давай в музей проводим давай иди мне в музей покажу давай вы все это видели уже дорогие друзья для тех кто видел освежаем память для тех кто не видел наслаждайтесь еще одна экскурсия по заводу где будем производить маруся только в отличие от меня два года назад и сегодняшнего дня то что я уже владелец двух здесь очень поменялось и с половиной машины вывезли в другое место не так много машин как было в тот раз добро пожаловать в музей какая красота классная машина мне кажется дима единственный человек который пришел в музей сказал классная машина в сторону горбатого в сторону в какой машину должен был сказать классная машина ну кости описывался когда увидел 850 csi стас прется вот с той вот бмв е34 вот кстати кабан который мы привезли это была одна из первых серий на этом канале вторая серия на этом канале вон тот кабан 310 тысяч рублей это из армении машина привезенная нами это тоже кстати из армении помнишь rs3 да это это тоже из армении машина привезена ну тут еще джель в том году стоял темно-синего цвета но кое-кто решил что он будет теперь не тут стоять а теперь я буду на нем ездить стас ты где-то там копаешься спасибо тебе еще раз большое за подарок ты какие интересные штучки смотри видел ли это регулировка зеркала а почему их две а одна левая другая правая один мой друг очень любит корвет именно такой да он пытается его собрать но все никак не получается у него собрать плане там самоделка или собрать плане отреставрировать его до реставрировать доделать то что у него есть макс привет который любит корвет а в маке вообще больше автомобиль нравится очень многие даже не могу определить но у меня митсубиси 3000 жить и японская машина то сделано в америке в канаде какой там мотор у вас шажей 72 метровый винтурбовый сколько там сел а это типа как 2 jz gte условно и привод задний вот этот ну да мне тоже нравится как он там нордигрей мокрый асфальт как этот цвет называется еще одна легенда но он тоже какой-то мощный как лимитированная серия что там укус пчелы он вроде называется интересное решение да вот это за счет предстоит когда-то собрать наверно даже кнопочки все как новое все красиво все все качественно сделано как будто заводы интересно прикоснуться к таким такой легене у меня была в детстве моделька самая первая именно газ 13 чайка маленькая так 143 потом у меня была коллекция больше больше но вот это вот сама первая красота какая-то а красота в чем компоновки или то что все чистенькое все чистенько все именно обеспечено так как оно должно быть как оно было с завода если что-то зеленый это заводской цвет немного уходит я думал в цвет стены подбирали специально если вот эти открутите две крышки иначе можно сделать и еще один такой немаловажный момент маратка это вопрос тебе конкретно сейчас идет маратки сейчас вот этот автомобиль он и степ вагон потрясающий автомобиль спора нет где как бы все классно но хочется типа пока молодой что-то пока молодой так сказать купить какой какой-то себе автомобиль вот марат специально для тебя я хочу чтобы это было зафиксировано чтобы все зрители сейчас это увидели вот мы прямо сейчас заходим на дрончик пожалуйста говори марку и модель автомобиля которые тебя интересуют либо ешку 213 или же audi a4 так захожу на дрон пишу mercedes все нажал за что такую хочешь окей готова листаем объявления и смотрим какие автомобили продаются на дроне очень удобно посмотреть какая тачка будет для вас актуально почему потому что здесь во первых есть плашки отдыха там хорошая цена отличная цена это понятно для тех людей которые не разбираются в рынке благодаря этим плашкам могут нет нет как бы понять стоит ли от автомобиля вот этих денег но самое главное это плашка от собственника и вот я сейчас нашел объявление mercedes benz e-class 2017 года 400 полноприводная между прочим за 3 миллиона рублей кстати слышится на хорошая вообще халява не знаю вот смотри 3 миллиона рублей дрон пишет хорошая цена собственник продает автомобиль синий цвет коричневый этот нет реально хорошая цена было владение юридического лица ага сразу вас громчик предупреждает стоит на учете гиблиотер запись регистрации ограничение обнаружено но давайте-ка мы посмотрим полный отчет об этом автомобиле буквально до минуты и отчет у нас уже в руках пробег автомобиля сто восемьдесят пять тысяч километров цена 3 миллиона рублей почему же обнаружен лизинг то есть машина была в лизинге нужно быть аккуратней было два раза дтп давайте мы провалимся посмотрим задние бамперы и крыло но собственник честно об этом не скрывает и написал в описании что была царапина на заднем правом крыле плюс вот эту тачку марат тоже купил на дроне поэтому дрон незаменимое приложение для покупки автомобилей и не просто так мы вот так вот расспрашиваем марата про машину держите это в голове в общем дорогие друзья на дроне тачки покупать безопасно лучше автомобили покупать у собственников плюс отчеты про автомобиль где вы можете узнать был ли он в дтп был ли он в лизинге в такси и прочее и прочее и прочее и самое главное что ты можешь сразу посмотреть если юридические ограничения на автомобиле в общем дорогие друзья скачивайте приложение дрон в общем ссылка находится закрепленном комментарии и дорогой друг за авто иди на дрон еще одно очень интересное событие прямо сейчас мы находимся в городе косимов ну вот такой вот у нас антураж обычно как бы городок небольшой ну вот ну что я здесь делаю спросите вы я познакомился я значит вот с этим вот молодым человеком зовут его петя ну вот или пётр как 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 вам петя познакомились очень странным способом ну прям как есть короче гулял я по москве с ребятами вот подходит ко мне парень и говорит у меня горит тоже маруси и я такой петя достает телефон и начинает показывать фотографии долл делал вот фотографии вот такие вот такие вот такие я такой что и вот прошла неделя условно мы с петей косимове здесь да на базе находимся а вот там вот стоит она сама маруся b2 монако прошел тест-драйв маруси первого отечественного спортивного автомобиля под капотом машины свыше 400 лошадиных для начала я петр колесников это очень важно я думаю фамилия это очень важная петр колесников мне 21 год я студент московского государственного университета и по совместительству владелец марусь b2 который является наверное первым прототипом которая была создана компанией на этой как раз таки на этом прототипе были использованы все новые решения были проверены все двигатели все виды подвесок все виды колес это одна из первых во вторых которые конечно то бишь все детали которые только изготавливали или применяли в своем производстве компания маруся были первоначально используем на ней проверено на данный момент она сохранилась у нас в оливковом цвете изначально она была такая была она изначально было синий а можно эти фотографии можно так вот здесь фотография фига волшебник какой конечно так а в ней стоит 35 литра выкил такой же как у меня конечно и в красный кабрики такой же 300 вроде как если условных лошадиных сил но самое интересное это то что вся маруся разная вот тут кстати очень важный момент что мы когда были в екатеринбурге мы ездили уже на b2 мы уже трогали b2 маруся и здесь перед нами стоит как бы тоже b2 но она вообще не похожа на тубы вторую которая была там которая была тогда вот чем отличается сера например от твоей я просто уже вижу да это то что вот например вот это вот решетка как который идет но там решетка она шла как будто до конца вот сюда чуть-чуть не похоже на нее но чем крутость историческая такая тоже такая лодочка чистая от меня по поводу вот этой машины и моей машины у нас есть фотография совместная да вот смотри вот так вот совместная фотография это мы спите стоим а вот так вот совместная фотография двух автомобилей в монте-карло где стоит желтый черный моя еще билайн и стоит вот это вот она оливка ну кстати мне вопрос это она ли была или нет она что там решетка была другая в чем вообще уникальность марусь здесь у нас идет полный каркас на самом деле если уже забегает вперед есть информация что изначально можно было купить b1 через два года эти надоест ты приходишь марусь и говоришь ребят а можно мне взять b1 снять весь полностью дизайна внешней скорлупу и сделать b2 стоило от каких-то денег но они постоянно менялись здесь бемпера стали стояли другие но то что она была точно монако это правда потому что эти номера стояли на ней от начала до конца маруси в моей жизни были буквально с самого детства еще карапуз был каким-то образом иногда приезжали иногда меня возили на заводы иногда папа там очень строго ходил и говорил что вот это его производство это все было связано с твоим отцом конечно так а я даже не знаю мне кажется пусть сам скажет но я предполагаю что один из генеральных директоров групп компании маруси можешь изучая марусю серую b2 которая была в екатеринбурге мы ее видели фотографии в интернете мы ее видели вот такого решения я не видел вот такую такую решение не видел такое нет но и нет я не припомню чтобы были такие технические решения крепежи в виде вот этих вот болтов еще очень важно очень редкое решение на маруся вверх диски диски а конечно же конечно все для удобства обрати внимание раз два три 4 5 тебе не нужна 6 метровая труба для того чтобы открутить колесо ну вот потому что здесь уже стоят человеческие ступицы кстати смотри видишь эти тормозные тормозные суппорта то у меня есть такие суппорта точнее были и знаешь где они братенькова друга нашего а это колеса оригинальные то есть диски у нас и даже гравировочка марусь как у братенькова такие же были один в один только черного цвета да конечно да ну наверное возможно возможно но здесь как бы по цветовой гамме как бы оливка и серебро не что есть оригинал 5 болтов или моно моно гайка на и что это и то как и то это в основном используясь моно гайки потому что все таки у нас упор на спор но когда вы как раз эту машину привезли в монте карло как раз таки этому автомобилю нужно было откручивать колесо на центральной гайке но собственно инженеры маруся вися как раз на 6 метровой трубе вот так вот в воздухе не могли его открутить знаешь что просто это говорю сейчас что это было тогда у меня такие флешбеки короче когда неделю назад у батя в гараже мы тоже когда выставки готовились мы точно также втроем висели на это 6 метровой трубе получилось как тебя открывается деревня с ключа кнопки они сейчас я могу открыть секрет потому что мы этот вопрос уже исправились скажем у нас машина так же как и твоя высаживается зрители еще об этом не знают высаживает аккумулятор почему потому что самая большая проблема маруси в целом это проводка она всегда была проводкой я много сейчас владельцев маруси вокруг себя собрал и все как бы жалуются на провод машины высаживается да поэтому приходится выключать массу но как при выключенной массе с ключа открыть машину ты кнопку нажимаешь электричество машине я-то знаю обесточено да маратка знает как у нас было это реализовано у меня было гоночное техническое решение в автомобиле у меня вот здесь вот в крыше есть кнопка но это эта кнопка она не электронная она физическая она на тросике вот и получается что когда-то захлопываешь дверь машина обесточена открыть ее невозможно был технический тросик пороге снизу можно было дернуть там или же а вот так прям руку сюда запихивать там тросик дергаешь дверь открывается вот это было кстати завода ну вот но этот тросик когда мы ехали 4 тысячи машину не трогать я садился в тачку и заблаговременно для того чтобы заглушить машину я на стеклоподъемнике нажимал чуть вниз мне стекло вниз уезжала я глушил машину выключал питала подходил тачки поднимал окошко обратно наверх чуть-чуть и шел домой потом я возвращался опускал его чуть ниже мне хватало а мне кстати эти царапины тоже пришли наверно ну да а вот смотри слышь это вот от маруси вот осталось что да не только психику травмируют на физически я запихивал так вот руку в окошко нажимал на этот тросик только вижу еще в чем прикол у тебя дверь-то вбок открывается а у меня там вверх и вот и нажимаешь и вот вместе вот пошел на дверью как бы да потом в руку но это мы исправили уже вот это очень важное решение а у нас такие же а какие какие а вот такие вот такие вот такие а пластиковые эти штучки ну вот эти вот да вижу вот эту штучку чем они чтобы замок закрывался потому что как бы вот есть трос и вот механоиды положили вот этого трос так что он натянут очень сильно и в любой непонятной ситуации готов открыть замок и получается что расширив вот эту вот историю у нас получается так что мы можем дверь нормально закрывать но опять же деревья плохо машина приседает и с окнами также также не очень она даже в теории закрывается но нефига не всегда и через раз но она открыт если не откроешь нет мы это первыми разумов да то есть нужно открывать и как бы это не было больно какие бы не были эти цены автомобиля и отвернуть это твое новое рабочее место пойдем чисто твое ты тут будешь за главного ну надо просто лишнего брать грозное чьё-то судно сгнили бардан и нет парусов на рену что там именно по морозе карбоновые а карлутки наружу вижу это бы 2 тоже бы 2 вот фара b2 стеклышки это бы 2 прикольно так вернуться в это самое место и смотреть на эти запчасти только теперь ты понимаешь что это такое потому что у нас есть этот автомобиль и мы проходили через все это через огонь воду и медные трубы и ты понимаешь а это супер уже такая тоже такая то есть там сами смотрим умничаем уже потому что разбираемся на полон крыши еще от b1 вот b1 а это что гриш отправляется музей поле чудес это в наш музей а чё стас молчит то что у него тоже есть трофеи а чё ты молчишь у тебя трофеи то есть много всего есть сколько вы подвески привезли с новосибирскому ну которая кВ фиолетовая как на наши стоят два комплекта у меня получается ахахаха у меня такой пропорционный вопрос зритель спросит а откуда все это как это тут все оказалось есть ответ на этот вопрос короче я точно скажу что это все купил а как купила не помню потом это было тут он давно лет 5 на 7 это гриша даже тогда еще не знал сколько это все стоило в тот момент честно не помню но ничего не дорого короче по цене форд фокусу скул так как у вас тут дела дмитрий это прям остров сокровищ короче много всего да мне кажется тут еще разбираться и разбираться тут несколько дни да дни только дней наверное недель почему бы вы обрадовались если бы это нашли запчасти вот такие вот это круто типа вот это там редко я не знаю что я бы обрадовался тем запчастям которые невозможно купить например карбоновые какие-нибудь штуки которые делали специально для маруси какая-то скорлупа их невозможно купить их только можно сделать да маруся да да у нас на кабриалете такой же в красной машине не такой стоит там по-моему отвага остров сокровищ и по моему еще вот этот вот стеллаж тоже вон кстати говорил квшные стойки диски вон наверху от маруси тоже новые там тоже на стеллажах счет что-то от маруси это что задних вот эти элементы вставляются а фару b1 это как эти ходовые огни да я понял да и они вот да 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 так это b2 это б2 дмитрий смотрите а то что-то она потрескался чуть-чуть это плохо вот конечно это никак нельзя там запаять я не знаю можно но она вся она вся такая а как эта запчасть может быть полезно снять с нее мерки типа как но отсканировать до снять матрицу это будет быстрее чем сканировать можно сканировать но после сканирования нужно реверс инжиниринг чтобы это потом перевести его и цифровый код и чтобы на цифровом титановый вот это еще один коккопит но какой-то ржавенький но это это волну тоже это что значит афины делали это хорошо уже зашла на волне волне ты-то завод где раньше производили поршу боксу финляндии они заключили договор на производство этих автомобилей у них сварка по-другому такого сочинения это вот более правильный а то что она так зацвела ее можно исправить она же не она как бы не ржа или нет тут нет сквозных дыр но если это не сталь кортен тогда можно еще исправить хотя сталь кортен тоже красиво ржавеет и она ржавеет один раз роль вот эти канавки это сделать для того чтобы туда прятать шов от кожи по такой же обшиваю вот так это тоже вроде маруся нижняя часть часть но этот сплиттер вот это работает как только двигатель достигает какой-то определенной температуры их немножко открывает и собственно поскольку у меня есть воздухозапорники по бокам по сути просто реально выходящий воздух их поднимает наверх там не механически механически там только замок которых открывает а сами стекла поднимается по сути от выходящего воздуха горячего от двигателя то есть физика и здесь у нас красуется ровно точно такой же vq 3.5 как у нас на кабриолете как у нас на красной маруси потому что это было стандартное решение вот она самая стандартная из имеющихся насчет того что она раньше была химия пола 1 20 краска на реально лишь марок она реально была сильна по поводу сидений у нас на заводе кстати тоже есть вот эти вот сидения вот эти вот тонюсенькие да и есть это уже тоже ложемент правильный это не такие сидения как у нас он вообще сидение по ходу нет маруси стоит я помню что у них сам вот это ложемент сиденье сам каркас сидения он тоненький ну прям у тебя кучу ну как в кабрилете наверно там такой тоненький поролончик и все здесь принципе базу все все то же самое причем мне казалось что на тома руси еще по-другому торпеда была сделана да вообще она это торпеда до первой она такая же она такая же как у нас а да 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 это торпеда бы 1 до бы 2 не было на немножко другая и борода у нас тоже это почему я сейчас сел сюда и почувствовал что типа я в первой какой-то обман как раз вот видимо вот те эксперименты которые ставились на этом машине здесь все вот бы первое стоит торпеда бы первое типов все руль такой же как у нас бы 1 вот эта штука такая же помнишь там же совершенно другие да 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 совершенно другое устройство было а у нас еще свет есть тут нет зеркала на козырьки есть и козырьков нет даже места под козырьки нет а родное я понял нам зеркало действительно не нужно а тут закрыто все знаешь зачем здесь стоит крепление под зеркало под skype под skype под камеру точно вы в курсе что на марусе skype должен был стоять он стоит если мы сможем впустить мультимедиа сейчас skype тут стоит а это штатный мультимедиа короче эту машину как и наша нужно еще будь здоров как допиливать но как она выглядит на дороге здесь опять-таки все по-другому ни одна марусе не похожа ни на одну другую то есть как я себя чувствую здесь я себя чувствовал абсолютно по-другому в екатеринбургской марусе но это приближена на скорее к нашей по эргономике может быть она там чуть повыше как будет торпеда если вот эта штука отличается все остальное прям идентичный вот этот климат-контроль он продается кстати на досках объявлений и объявление на хотел с нашим вот таким вот климат-контролем вот потому что у нас климат-контроль стоит от subaru уже замененный а здесь другой климат-контроль ой слушай она едет ой слушай да у нее подхватка бодрее да она побыстрее наша едет только сейчас пока мы еще не сильно нагрелись а на края день приятно вот плюс этой машины что на бухину и намашу вот эта машина сейчас едет сильно вот речь у нас что здесь круто что здесь другие сидения стоят не похоже на наши да они пожестче эти сидения но но это еще в ковшах и не сша что понимаю понимаю да то есть здесь я чувствовал себя реально безопаснее, например, чем в своем автомобиле. Кстати, сейчас мы двигаемся по дорогам общего пользования на автомобиле, у которого не установлены знаки, но мы это мероприятие согласовали с администрацией города, чтобы нам позволили здесь проехаться на этом автомобиле. Все в курсе, сотрудники в курсе, все в курсе, это конкретно вот под наше мероприятие нам разрешили. Нет, на повседневек это машина поприятнее, потому что тут выхлоп не такой громкий, как у нас, и она едет пободрее. И она покомфортнее. Возможно, из-за лоджементов сидений тут как будто бы места побольше. Да, и над головой тоже побольше места, Маратка едет на Маруси по 2. Нет, круто, круто. Прикоснуться вот к этой истории, то, что когда-то там Монте-Карло с нашей Марусей, два брата или сестренки, я не знаю, как тут. Ну сестренка Маруси, Маруси и сестренка. Да, встретились, встретили сестренку ту самую, с тех самых фотографий. Вот это круто. Что нам еще подкинет наша необъятная страна и вот эта вся история с Марусями. Я не знаю, куда нас этот путь заведет, но он очень интересный. Я проживаю каждый день с улыбкой, когда думаю об этом автомобиле. Сегодня историческое событие. Почему? Ну потому что начинается продолжение, либо продолжается начинание. Стас на самом деле специально решил мне сказать, что Марусю собирать долго, чтобы я поехал ее купил, припер на завод для того, чтобы быстренько ее отсканировать. Я ему сказал долго собирать, чтобы его, короче, кинули. Два или три раза его, чтобы кинули, а ладно, чтобы, короче, по итогу он нервничал. Я просто не знаю, что он не седой еще. Там, Дим, находится огромное количество мощностей, которыми ты можешь пользоваться. Вот. Я правильно понимаю всем, чем угодно? Да, но это не только в этом корпусе, там еще в других корпусах другие станки, другое оборудование, все. Короче, мы сейчас покажем, потому что время уже один стоп ночью. Мы сейчас покажем основной цех. Вот этот цех производит, насколько я понимаю, стеллажи и ливневки. Но оборудование, на котором все это делается, оно может делать все, что угодно. Просто мы этим воспользуемся. Ты понимаешь, что тут за станки стоят? Тут лазерная резка стоит, типа угибка. Так, это порошковая покраска. А, вот это? Они вешают. Она потом уходит туда, вон в тот цех, там на них порошок набрызгивают, напыляют и потом в печь запекают. Для меня это куча бш-бш-бш, на которых что-то производят. А это что за станки? Вам понятно? Это прокатный станок, на нем прокатывают диски металла, чтобы получить профиль нужный. На нашем заводе это самый первый цех, который будет построить. Это станок лазерной резки. Здесь лазер вырезает в металле все, что надо. Это как раз нам пригодится, чтобы делать детали для Маруси. То есть мы можем вырезать вообще все, что угодно из металла? Да. А толщина имеет какое-то там? Ну, на что позволяет станок? Не знаю. Толщина? Это Дарт Рейдер. А, ни фига себе. И таких еще 8 линий всяких разных, то есть это вот одна линия производства, которую мы увидели. Пока для зрителей небольшой секрет будет, что конкретно мы собираем, возможно чуть позже мы его раскроем. Вот. Потому что все зависит от наших амбиций. Когда мы начинали в эту тему залезать, зритель почему-то решил, что мы собираемся сделать прямо производство. Амбицийное производство, Марусь. Хотя я об этом, когда ролик снимал, не задумывался. Я задумывался о том, чтобы собрать хотя бы те 6 машин, которые там, ну, в теории есть. Вот. И собрать в комментариях, вау, прям производство, производство. Но там еще название кликбейтное было в ролике, поэтому люди так решили, в принципе, справедливо решили. Но у меня таких мыслей не было. Спустя два с половиной года я подумал. И еще один очень важный момент, дорогие друзья. Прямо сейчас я нахожусь в Stance Busters. Это ребята, которые занимаются вообще всем видом, каким только возможно. Они сейчас сами про себя побольше расскажут. Тюнинга на автомобиле и почему я здесь нахожусь? Потому что год назад я у ребят забрал ковши для нашей Peugeot. Потому что в нашей Peugeot должны были стоять ковши. И тут еще очень большой вопрос, а давайте их с Peugeot или нет? Потому что мы их так и не установили, но они у нас есть. Я ребятам обещал, что я их подсвечу, поскольку целый год мы где-то вообще подбираем. Maestro Studio, чем вы занимаетесь, нужно людям рассказать. Занимаемся колесными дисками, кованными на заказ, винтовая подвеска, тормозные системы, спортивные многопрошневые. Также являемся официальными дистрибьюторами оригинальной тормозной системы IQ. То есть у нас огромное наличие в Москве. Вы по факту занимаетесь просто ништяками для автомобилей. И направление это колеса, тормоза и подвеска, естественно. Здесь можно обратить внимание на наш остаток спортивных сидений сейчас. Также едет огромное наличие в Москву. То есть в ближайшие месяцы должно приедать. То есть у вас и под заказ, и в наличии что-то есть? Стараемся держать самое большое наличие в России, в Москве. И также, да, возим под заказ, можно привезти в разных цветах. Вот это интересно. Кость, информация для тебя. У нас просто есть человечек, который вот все вот это вот очень сильно любит. И у него все это есть, поэтому иди сюда. Чтобы ты свои ковши, вот, избавился от них уже и поставил себе нормальные ковши. Потому что он купил бушные где-то на задворках интернета. Ну там Китай какой-то, руль Китая. Он здесь алюминиевый, он вот так вот гнется весь. Короче, ковши тоже. Ништяки для твоей Никрухи 36-й. Вот они, пожалуйста. Здесь целый магазин. У него еще Марк появился. Да, чувак купил Марк 81-й, представляешь? У нас есть подвеска в наличии. Наличие подвески. Подвеска Тейн. Тейн, да. Разные автомобили. На желтой GT у нас стоял Тейн на подвеске. Кстати, пап, это тоже для тебя. Вот. Для желтой GT 86, пожалуйста, вот она подвесочка тоже здесь есть. У нас есть подвеска Line Stacing. Это бюджетный вариант. Фулл-тап подвески. Качество огонь. Есть стрит-версии. Также есть трек-версии с усиленными пружинами и усиленными картриджами. И еще, обрати внимание. Видишь, вот так вот склад идет, вот так вот. Вот здесь идет, вот здесь идет до горизонта. Это все тормозные системы Icon. И я правильно понимаю, что у вас их просто... Ну, по-другому можно и никак не понимать, потому что огромное количество тормозных систем. Вот так вот в ряд идет. За тормозами вы знаете, куда ехать, потому что здесь в наличии уже просто вот оно. Здесь вот так вот идешь. Здесь ништячки на все ваши машины. Включая бюджетную подвесочку. Хотите дорогую подвесочку, хотите вообще любую. Вот огромное количество здесь все в наличии. И что ты сказал? Про Марусю? Да. Можем майку поставить на Марусю. Но ты сказал, что те тормоза, которые у меня стоят, у вас тоже есть. Есть колодки, есть диски, да, на те тормоза, которые есть у тебя. Поэтому, дорогие друзья, огромный выбор тюнинга на ваши автомобили. И честно от себя рекомендую. И спасибо за ковши, которые мы забрали у вас год назад. Поэтому спасибо большое. Ссылочка. Но, ребят, прямо сейчас всплывает вот здесь вот на экране весь ассортимент, что здесь есть в наличии, что можно заказать, есть в интернете. За тюнингом вот сюда. Уже в конце мая в рамках Гран-при Формулы-1 в Монако состоится первый тест-драйв Маруси. Сегодня у нас в студии председатель правления группы компании Маруси Антон Колесников. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Добрый день. Знакомьтесь. Это Антон Колесников. Это, получается, бывший гендиректор Маруси Мотрос. Всех компаний. Группы компании Маруси. Группы компании Маруси. Мы еще более плотно встретимся и переговорим. Потому что Антон сказал, что у него есть огромное количество артефактов. Артефактов. Какие? Я подготовился. У меня есть самая большая коллекция видео, фото и сувенирной продукции по Маруси. Поэтому я готов все вам предоставить. Я очень рад, что мы познакомились. Потому что вы первый человек, который решил не просто сказать плохие слова или хорошие, а который решился глубинно разобраться в этой истории. Потому что в ней всегда будет примерно 4-5 правд. Одна правда будет у рабочих, вторая правда будет у менеджеров, третья – у владельцев компании, четвертая правда будет у самой компании Маруси, пятая у Формулы-1, которую Маруси тоже касался. Остались все люди, которые могут вам все рассказать про все. Начиная от механик, менеджеров. Но есть какая-то твоя правда в одном предложении? Ну, это шикарный проект, мне кажется, подняться на сайте сделать такую машину в России. Ну, не знаю, деньги, а вот медали могли бы дать. Я уже встречался с многими людьми, которые работали в Маруси. И у каждого, не то чтобы своя правда, а каждый человек очень сильно закрыт и не хочет эту историю поднимать, потому что для многих это большая боль. И ты первый человек, которого я встретил, который был в Маруси, который это принял и еще поменял это в силу, что это все-таки шикарный проект, потому что и ты, и я, мы понимаем, что это победа. Вот то, что мы видим. Это победа над силами зла. И пусть все знают, что это, в общем, был прорыв. И как бы там мало или плохо мы не сделали. Сложились обстоятельства, но мы старались. И результат-то видно. Он ездит по улицам, у тебя есть, у меня есть. Я, правда, Петя свою отдал. Но это большой результат. Это не то, что мы с вами сделали там, не знаю, деревянную лошадку. А это все-таки большая наука в те годы набрать столько людей и все, что ты сделал. Во-первых, я хочу пожелать удачи с этим автомобилем. Потому что, кто не понял, эту машину, получается, отец Пете отдал Пете для того, чтобы дальше уже ты, полноправный владелец, занимался этой тачкой. Я скажу так, чисто со своего опыта. Это довольно сложный путь. И вот я чем смогу, а себя помогу. Потому что Маруси должны жить. Я думаю, что Петю, вы видите не последний раз на этом канале. Когда мы приступим уже к нашей глобальной цели, о которой я тоже расскажу чуть позже, этот автомобиль нам пригодится. Ну как пригодится, он обязан быть в этом деле. Поэтому желаю тебе удачи. Спасибо тебе большое. Да. Ну давай. Все будет. Все будет хорошо. Давай. Давай. А мы стартуем дальше. Я напоминаю, дорогие друзья, что розыгрыш Пежо и еще 20 крутейших подарков проходит прямо сейчас. До конца розыгрыша остается 3 дня. Ссылка на завозин-стор в описании. Купи наклейку в один клик, помоги нам в проекте Маруси и выиграй один из 21 крутых призов. Ребята колдует над машиной. Маэстро Студия. Он понимает вообще все. Я первый раз в жизни вижу Эльдара Автоподбора. Первая жизнь с ним общаюсь. Но его склад ума не позволяет мне вообще даже близко понять, о чем идет нет. Смотрите, в целом я не дилетант. Я как бы понимаю, как работает автомобиль. Но вот эти вот детали, которые знает он, я даже понятия не имел, что они существуют. Эльдар максимально приятное впечатление оставляет как о человеке. В принципе, это и по роликам было понятно. Респект ребятам. И команда у него потрясающая. И Олег, и Слава, и операторы. Вот они прям накинулись. Все. И что-то там понесло. И мне очень нравится то, что сегодня у них в голове произойдет вот эта Эврика. Знаешь, я так часто говорю, когда вот ты что-то не понимаешь, потом мозгами доходишь до чего-то и такой, блин, вот оно. Ну вот. И, видимо, Эльдар кайфуется с того, что когда вот он доходит до какого-то финального процесса, он прям, все, нахрен, блин. Или как он говорит? Ну что-то в этом роде. На всякий случай обозначу, что все оживление этого автомобиля, в чем проблема, почему вообще Эльдар здесь, будет на канале у Эльдара. В ближайшее время это выйдет, потому что наш ролик, очевидно, выходит раньше, когда ваш ролик выйдет. Мы не знаем, но обязательно, ребят, ждите этот ролик. Подпишитесь, чтобы точно не пропустить, потому что сейчас уже чуть-чуть под вечер, да. Мы уже поковырялись машиной, точнее Эльдар поковырялся, он уже знает. Мы все вместе поковырялись. Да, да. У нас есть уже определенные решения, но они заканчиваются не сегодня. Тем интереснее. Вот ты приехал на оживление, вот стоит потрясающий автомобиль. Марусе Б1, я сразу скажу, я знаю, что машина сырая, я знаю, что там много колхоза, надо доделывать. Мне интересно твое мнение, и зрителям интересно твое мнение. На самом деле, когда мы с тобой познакомились, когда ты только, еще не видя машину, мне рассказывал про нее, я реально ожидал увидеть какой-то шрот совсем. Ты говоришь, вот вы не пугаетесь, там какой-то ужас, что-то там все наколхожено. Я скажу так, я пришел и удивился в обратную сторону. Наоборот, вполне себе все неплохо сделано, просто поверх того, что сделали неплохо на заводе, разработали, видно, старались, продумывали, все. Поверх этого, кто-то когда-то, судя по всему, в разное время, накидал какого-то, ну, не очень хорошего, не знаю, как сказать. Колхоз. Колхоз, да. Я просто пытался подобрать, такое слово не нравится. Это я сказал, это я сказал. Сама по себе машина явно продумана, явно ее хотели сделать хорошей, но в ходе ее жизни появилась куча колхоза, которые сейчас мешают ей нормально работать. Я не скажу, что это плохая машина, я не скажу, что она плохо сделана. Ну, по крайней мере, все, что я сегодня увидел, как бы поковыряюсь уже немало в ней. Я скажу, что это на порядок лучше, чем многое из того, что мы оживляем. В принципе, ничего. Очень даже, да. Пока. Маруси Моторс, ты вообще раньше слышал что-то? Я только слышал, вот не более того. Я слышал, что есть Маруси Моторс, то есть существовало, что как раз их амбассадором или создателем, или кем-то там был Фоменко. И, в принципе, все, больше ничего я про эту машину не знал. Ты сейчас первый раз к ней, по сути, прикоснулся. Абсолютно. Ну, более того, я впервые в жизни увидел такую машину. Ну, то есть, до этого только на картинках. Ну, прикольно, прикольно. Я ожидал, что будет более колхозно. Я говорю, что смысл в том, что когда делаются какие-то мелкосерийные машины, когда они разрабатываются из подручных средств, а все-таки ее разрабатывали, судя по всему, из подручных средств, они делаются криво-косо, где машут рукой, говорят, да и пофиг, ну, здесь по-другому как-то так сделаем, лишь бы оно было. А здесь видно, что над ней карпели гораздо больше, и видно, что хотели сделать хорошую машину. Ну, то есть, радует, что подход был не такой на отвали, а подход был прям хотели сделать машину какую-то хорошую. Ну, это вот то, что я увидел сейчас. И да, она классно, она классно выглядит, она очень классно выглядит. Как она едет, я пока не знаю. Мы еще покатаемся. К феномену, вот как к Маруси, ты как относишься? Я вообще человек, который не особо жалует спорткары. Для меня спорткары – это излишество, это, ну, как бы не то, что нужно в этой жизни. Я просто практичный человек, и я смотрю на машину так. Есть автомобиль, он должен чему-то служить. Спорткары – это машина, которая служит, ну, откровенно скажу, понтан и все. И вот я поэтому не очень люблю спорткары в принципе. Ни ламбы, ни феры, ничего. Есть какие-то отдельные классные тачки, например, Ferrari F50, которых я прям кайфую. Или Jaguar XJ220 – это прям классные тачки. Но даже они, в моем понимании, не особо нужны этому миру. Если бы их не было, ну, просто… Ничего бы не поменялось. Ничего бы не поменялось. Поэтому я и не изучал никогда особо историю Маруси, она мне никогда не была особо интересна. Ну, спорткар – спорткар. Ну, не было в России спорткар. Появился спорткар, да и как бы… Почему для меня цена, например, Маруси конкретно вот эта? Потому что ламбу, феру, еще что угодно может купить любой себе человек. Маруси, извините. Вот. И это не просто спорткар, на котором нужно ездить. Это же целая работа, целая жизнь, вот которую мы, по крайней мере, увлекаем наших дорогих зрителей. Вот. И сами кайфуем с этого. Потому что как бы есть и спорткар, который шоу-кар, и есть историческая ценность… И эксклюзивность. И эксклюзивность, да. И это именно основная причина, почему мы отложили все и приехали сюда. Потому что, на самом деле, у нас уже запланированы были оживления других автомобилей. Мы просто всех подвинули. Потому что сейчас и время такое, что… Сейчас холодно станет. Да, да, да. И мы не сможем уже этим заняться, нормально не прокатиться. Поэтому, когда ты предложил это, мы как бы даже не думали. Естественно, с таким автомобилем возможность поработать бывает, возможно, только один раз в жизни. Так что спасибо тебе. Тебе спасибо большое, что вообще приехал, что отреагировал. Потому что это, скажу честно, это было с моей инициативой. Потому что я, честно говорю, подустал уже с вот этой вот темой. Кто ее может решить? Это нужно выбирать людей, как бы. А есть один человек, которого можно не выбирать. Главное, чтобы он обратил внимание. Это речь сейчас про тебя, про вашу команду. Это Олег. Олег, это про тебя речь. Это все Олег. Я здесь ни при чем. Официально, с сегодняшнего дня. Маруся. Ну, я, правда, сейчас сам ее сервис подвиню. Я, конечно, мог торжественно ключи тебе отдать. Но сам сейчас получается. Поехали. Для нас важно. Короче, вы узнаете потом, почему нам важно, чтобы именно Гриша отогнал эту машину. Да, потому что здесь тоже связано какое-то количество секретов. А на этом, дорогие друзья, все. Это был конец серии. И что будет происходить с Марусей. Добро пожаловать к Ильдару на канал. Он обо всем расскажет. Так что всем спасибо. Всем пока-пока. Ну, короче, вкратце скажу. Есть ресурс. Весь завод твой. Чего угодно делаешь, если мы договоримся. Те могут произвести, там, 4-5 этих монококов, рам, подрамников, все что угодно. Там, рычаги. У нас очень большие ресурсы. Ну, вот. И, короче, у нас в планах собрать 4 машины как минимум. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.